Всем привет с Бали! Мы сейчас направляемся в супер крутое кафе, которое называется Сари Органик с офигеннейшим видом на рисовые поля для того, чтобы снять мою историю. Ну что, поехали? Ну вот мы наконец-то добрались до этого чудесного места под названием Сари Органик. Всем рекомендую обязательно здесь побывать. Здесь очень красивый вид на рисовые поля. И еще очень клевые кокосики. Итак, ребята, всем привет! С вами Сергей Смоглюк. И вот мы наконец-то добрались до кафешки Сари Органик. Мне всегда Саша, сколько мы уже знакомы, она постоянно рекомендует это кафе. И я прям здесь решил взять у нее интервью о том, вообще, как она попала на остров Бали. Итак, Саша, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Мне 25 лет. Я из города Владивостока. Закончила художественную школу. Занималась танцами, музыкой. Ну, это было давно. Сейчас танцую только на дискотеках. Потом закончила Дальневосточный федеральный университет. По образованию я английский переводчик иностранных языков. Испанского и английского. Испанский — это, в общем, ее все. Наверное, у меня течет какая-то там латиноамериканская кровь. Ну, окей, хорошо. Следующий вопрос. А как же ты вообще попала на остров Бали? Как ты сюда приехала? И почему? После Владивостока я переехала жить в Санкт-Петербург. Там прожила два года. И летом ездила в отпуск отдыхать сюда, на Балишку. Очень безумно понравилось. И всегда хотела жить там, где солнце, океан, прекрасная природа, куча позитивных людей. И поставила себе цель, что надо возвращаться не через пять лет, не через десять, а именно вот здесь и сейчас, пока позволяет возраст, позволяет время, позволяют обстоятельства. И вот сейчас я здесь. Даша, ну хорошо. Я думаю, многим ребятам будет интересно узнать о твоей тайне. Как же ты вообще? Чем ты вообще занимаешься здесь, на Бали? Да, перед тем, как переехать на Бали, я назадачилась вопросом. Думаю, сейчас что я буду здесь делать? Рисовые поля потоптать, я не знаю, официанткой идти работать, что практически здесь нереально, потому что работы у них у самой мало, либо платят совсем копейки. Начала прокручивать в голове вообще какие-то идеи, варианты. Думаю, так, на маникюр, педикюр я не отучусь за месяц. Фотографом я суперкрутым не стану. И начала в интернете искать какую-то информацию вообще, что, как, где работать. И наткнулась на интересную статью и книжку про удалённые работы. Вот потом прошла тренинг, месяц такого плодотворного перехода на удалёнку. Ну, этот тренинг мне очень сильно помог. И сейчас я полностью перевела всю свою деятельность в онлайн. И я раньше преподавала языки только в оффлайне. Сейчас я всю методику свою перенесла на онлайн-обучение. Поэтому welcome. Также занимаюсь тренерством, то есть помогаю людям перейти на удалёнку. Вообще по всем возможным вопросам, которые у них возникают. Занимаюсь СММ-продвижением, то есть раскруткой групп в социальных сетях, в Инстаграме. И сейчас плодотворно работаю над своим собственным проектом, который очень сильно хочу реализовать. И надеюсь, что он будет иметь успех. Что бы ты хотела пожелать другим ребятам, которые тоже хотят перейти на такой свободный ритм жизни, быть свободными и happy? Всем тем, кто считает, что они живут не той жизнью, какой они хотят жить, либо живут не в том месте, я желаю в первую очередь не жалеть себя, прилагать, вообще ставить большие цели, потому что в них легче попадать. И ничего не бояться. И просто идти навстречу к своей мечте. Потому что моя мечта, она когда-то казалась какой-то недосягаемой, либо такой, знаешь, перспективой на далекое будущее. Но, тем не менее, она сбылась намного раньше. И сейчас я чувствую, что я именно там, где я должна быть. И я вам желаю того же. И обращайтесь, пишите, все вам расскажу, подскажу. И желаю всем огромного-огромного счастья и успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok